Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события. В студии Светланы Кудрявцева я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. День рыбака. Пища богов или черное золото? Как приготовить шоколад своими руками? Рабочее движение по трассе в обход Тольятти может быть открыто уже на следующей неделе. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Вячеслав Федорищев. Это позволит существенно разгрузить магистраль. Объездная дорога будет платной, но в ближайшее время введут бесплатный режим. Он будет действовать до тех пор, пока не завершится ремонт на Жигулевской ГЭС. Общественники и жители города продолжают обсуждать первую прямую линию в Рио-губернаторе Самарской области Вячеслава Федорищева. Глава региона обозначил основные проблемы Самарской области и наметил пути их решения. Всего было прислано более 8 тысяч обращений. Как к предстоящей работе относятся жители областной столицы, выяснили наши корреспонденты. Смотрел прямой эфир с нашим новым главой региона. Я многое для себя подчеркнул. В основном это в области экологии. Я очень рад видеть, что глава региона занимается решением накопившихся экологических проблем. Это является важным шагом в обеспечении устойчивого развития региона. Рада, что был сделан акцент на экологические вопросы. Было видно, как с вниманием и бережным отношением Вячеслав Андреевич относится к данной тематике. Молодежи уделяется огромное значение, ведь мы готовы помогать губернатору, готовы решать различные вопросы и проблемы, для того, чтобы регион становился лучше, краше и был одним из самых лучших, самых первых вообще в целом в Российской Федерации. Мне очень импонирует тот момент, что сейчас дан старт в набор команды развития молодежи Самарской области. Мне кажется, это отличная возможность для каждого жителя губернии проявить себя, попробовать себя в развитии региона, предложить какие-то свои интересные проекты, возможно, идеи и мысли, которые впоследствии будут реализованы. Глава Самары Елена Лапушкина встретилась с жителями дома номер 14 по улице Шверника, которые оставили обращение во время прямой линии с фреогубернатором Вячеславом Федорищевым. Горожане просят отремонтировать дорогу вдоль дома и прилегающий тротуар, который пользуется большим спросом. Подробнее в нашем сюжете. Дорога вдоль дома номер 14 по улице Шверника пользуется огромным спросом. Она является единственной, соединяющей улицу и несколько дворов в микрорайоне. Ведет к социальной инфраструктуре и продуктовым магазинам. Дорога сейчас в ненадлежащем состоянии. При этом водители, объезжая неровности, заезжают на тротуар, который из-за этого тоже приходит в негодность. Об этом и сообщили жители главе Самары, которая приехала на встречу с горожанами. Машины приезжают и в спину сигналят, что мы должны куда-то уйти. Особенно зимой. Тротуара совсем нет. Глава Самары обсудила с жителями вопрос ремонта дороги и тротуара. Их приведут в порядок в рамках муниципальной программы. Но с одной стороны дома корни деревьев могут разрушить свежоуложенный асфальт. Поэтому жители должны на общем собрании принять решение, как и деревья сохранить и сделать тротуар удобным для пешеходов. Мы ждем от вас решения. Но это нужно сделать максимально быстро, потому что району еще торговаться. Также говорили и о других возможностях для благоустройства придомовых территорий. Так глава Самары напомнила жителям о различных региональных и федеральных программах. Во всех программах, которые есть, обязательно надо участвовать. Содействие, комфортная городская среда. Надо подавать заявки, потому что именно под это выделяется финансирование. После того, как жители передадут собранные документы в администрацию района, будет посчитана стоимость и назначена дата проведения ремонтных работ. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. В Самаре обновляют дорожное полотно на проспекте Кирова. На участке от улицы Новосадовой до Молодежной уложат новый высокопрочный асфальт. Если погода будет по-прежнему благоприятной, работы планируют завершить в начале следующей недели. Как проходит ремонт, узнала Елизавета Прокопенкова. На одной из важнейших артерий города – проспекте Кирова, соединяющем Московское шоссе и улицу Новосадовую, обновляют асфальт. Новое покрытие укладывают от Новосадовой до Молодежной. Общая площадь ремонтируемого участка составляет более 12 тысяч квадратных метров. Работы ведутся на средства нацпроекта «Безопасные качественные дороги». За процессом наблюдают и общественники. Это центральная магистраль, и это необходимо, и очень важно, чтобы она была сделана прочная. Председатель Совета ТОС задала все интересующие вопросы представителю подрядной организации. Отмечая важность качественного ремонта, Наталья Хаткевич напомнила, на проспекте интенсивный трафик, здесь следуют автомобили, пассажирский и грузовой транспорт. Поэтому обновление покрытия на всю ширину проезжей части крайне необходимо. Перед укладкой асфальта рабочие убирают пыль с ремонтируемого участка и покрывают его битумом. Затем выкладывают новый высокопрочный асфальтобетон. Высота верхнего слоя покрытия составляет около 5 сантиметров. Машина мешается везде, поэтому работа производится ночью, чтобы не создавать проблем жителям города. Здесь также определенная сложность, потому что еще видят стролейбосные провода. Специалисты трудятся максимально аккуратно, чтобы не повредить техникой контактную сеть. Поэтому работаем малыми самосвалами, чтобы самосвалок при выгрузке бункера асфальта у кладчика не доставали до этих контактных линий. В случае, если необходимо, мы связываем с ТТУ и ночное время нам отключают от электричества контактную сеть. На всем участке рабочие понижают уровень бордюра при выходе на пешеходные переходы. Это делается для того, чтобы маломобильные жители города могли беспрепятственно пересекать проезжую часть. Работы планируют завершить в начале следующей недели. А до конца октября намерены отремонтировать еще один участок проспекта – от заводского шоссе до улицы Ветлянской. На это предусмотрены дополнительные средства из дорожного фонда. Напомним, что проспект Кирова ремонтировался и в прошлые годы. Его обновляют поэтапно. Елизавета Прокопенкова, Григорий Плешаков. События. В столице региона проходит масштабная реконструкция улицы 22-го портсъезда. Это гарантирует и улучшение транспортной доступности, и обновление коммунальной инфраструктуры. Какие виды работ предусмотрены и что уже выполнено, узнала Полина Челякова. В Самаре продолжается реконструкция на улице 22-го портсъезда. В связи с этим пока перекрыты два участка – от Новосадовой до Московского шоссе и от Солнечной до Новосадовой. Их общая протяженность составляет более 689 погонных метров. К настоящему времени строительная готовность объекта составляет порядка 54%. На нижнем участке улицы основные работы уже завершены. Произвели устройства новых покрытий на автодороге и тротуаре. Приустроили системы водоснабжения, канализации, линии связи. Смонтировали новые опоры освещения, проложили линии электропередач. Обновлены газоны, посеяны травы, обеспеченных регулярный полив. На участке автодороги появилась разделительная полоса с плиточным покрытием, разметка, дорожные знаки, пешеходное ограждение. Ближе к перекрестку с улицы Новосадовой устроен удобный карман для подъезда общественного транспорта и установлен современный остановочный павильон. В скором времени ожидается подача питания, чтобы запустить светофоры, освещение и оборудование автоматизированной системе управления дорожным движением. Основные работы сейчас ведутся на верхнем участке, где задач у подрядчика больше, поскольку здесь очень много инженерных сетей. В частности, проходят водопроводы больших диаметров 800, 900 и 1000 миллиметров с протяженностью по 300-400 метров. В процессе работ долгосрочных проблем горожанам подрядчик не создал. Жилые дома и организации запитывал по временной схеме, минимизируя неудобства. А теперь новые коммуникации запущены в эксплуатацию по постоянной схеме. На верхнем участке мы практически завершили прокладки крупных водопроводов, выполнили переврезки и защиту более мелких водопроводов. Фекальную канализацию тоже, в принципе, переложили. Ливневая канализация у нас уже давно закончена. Сейчас у нас в работе перекладка газопровода. Кроме того, подрядная организация строит теплотрассу. Опять же, заранее была смонтирована времянка для обеспечения жителей горячим водоснабжением. Работа с инженерными коммуникациями находится в завершающей стадии. Основная работа, то, что по теплотрассе, она будет завершена до начала отопительного сезона однозначно, где-то в августе месяце. По обустройству водоводов, там очень серьезные диаметры, канализации и ливневки, работы также практически завершены. Соответственно, все потребители получают ресурсы бесперебойные. На верхнем участке приступили и к устройству дорожной одежды. К настоящему времени уложен подстилающий слой из волжского песка. Для достижения нужного уплотнения требуется, чтобы песок имел оптимальную влажность, поэтому его тщательно проливают водой. Подрядчик приступил и к работам со щебнем. Между песчаным слоем и щебеночным основанием прокладывается геотекстиль. В дальнейшем проезжая часть будет из высокопрочного асфальтобетона последнего поколения. Первый слой асфальта на верхнем ремонтируемом участке улицы 22-го партсъезда начнут укладывать ориентировочно в начале августа. Проектом предусмотрены четыре полосы движения, по две в каждую сторону. Между ними будет выложена плитка-разделительная полоса, установят ограждение. На примыкании к московскому шоссе устроят дополнительную полосу, чтобы не создавались пробки, и автомобилистам было удобно выезжать на магистраль. Поскольку по участку, который пока реконструируют, в будущем планируется запуск общественного транспорта, проектом предусмотрены два кармана для остановок общественного транспорта. Горожане с нетерпением ждут окончания работ на улице 22-го партсъезда. Я вожу автомобиль, мне было бы удобно по ней ездить. Очень рада. Еле его делают. Молодцы, спасибо. Удобно. Так людям приходится обходить. А это напрямую прям и ездить удобно. Завершить работы планируют в конце октября, начале ноября. Подрядная организация трудится опережающими темпами. Порядка 54% работ уже готово. Напомним, что работы по укладке асфальтобетонного покрытия, нанесению разметки нужно проводить при плюсовых температурах. Не исключается, что и ввод объекта в эксплуатацию будет осуществлен в ноябре текущего года. Проект реализуется по государственной программе Самарской области развития транспортной системы Самарской области на 2014-2025 годы. И по муниципальной программе городского округа Самара сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2022-2026 годы. Реконструкция улицы 22-го партсъезда входит в мероприятие по повышению эффективности разгрузки трафика. Новая дорога станет еще одним связующим звеном между основными магистралями – Московским шоссе и улицу Новосадовой, относящимися к опорным объектам улично-дорожной сети. В результате реконструкции максимально удобным станет весь транспортный узел вместе с двухуровневой автомобильной развязкой на Новосадовой. Полина Чулякова, Валерий Майоров. События. Вопросы капитального ремонта домов и благоустройства городских территорий глава Самары Елена Лапушкина провела личный прием граждан. Во время рабочей встречи рассматривались обращения, которые жители оставляли в комментариях в социальных сетях руководителя региона Вячеслава Федорищева, а также на других площадках. Какие решения были приняты, расскажем в сюжете. Во время личного приема граждан главе Самары Елены Лапушкиной обратились жители 40-го дома по улице Металистов. В рамках капитального ремонта здесь должны заменить внутридомовые коммуникации. Но куда более важно для жителей оперативно отремонтировать текущую крышу. Недавнее обследование выявило сильный износ. Я все, что могла, сделала. Я отправила все эти протоколы в капремонт. В департамент, да? Да. Нам перенести ремонт. Нам просто перенести. Поменять ремонт. Да. Они не могут согласовать. Изучив вопрос, глава Самары ответила, что для изменения вида ремонтных работ и их переноса на более ранний срок необходимо, чтобы 97% владельцев квартир вовремя платили взносы. Сейчас уровень собираемых средств 90%. Нине Ветровой, которая является старшей по дому, предстоит выявить неплательщиков среди жильцов. Администрация города окажет необходимую помощь в этом вопросе. У нас появится до следующего заседания время разобраться, кто у вас не платит. По седьмой квартире понятно. Посмотрим, что по муниципальной. Другие жители Кировского района обратились с предложением присвоить скверу на пересечении улиц Республиканской и строителей имя героя Советского Союза Владимира Чудайкина. В честь столетия со дня его рождения и 80-летия со дня победы в Великой Отечественной войне. Эти даты отметят в 2025 году. Инициативная группа стала соорганизатором конкурса дизайн-проектов. Победителем выбрали работу студентов Самарского политеха. По задумке общий план сквера будет иметь форму, напоминающую медаль «Золотая звезда». На территории разместят памятную доску, тематические мафы, высадят цветы и установят другие декоративные элементы. Проект собрал себе фрагменты Великой Отечественной войны через взгляд Владимира Чудайкина. Это ощущение победы глазами юного танкиста. С одной стороны, побуждает восстановиться, исследовать. С другой стороны, побуждает ознакомиться с историей, взаимодействовать с ней. Проект оценила не только глава Самары Елена Лапушкина, которая призвала доработать некоторые элементы и пообещала помочь с подачей заявления в региональную программу содействия. Но и внук героя Алексей Чудайкин. Ему проект понравился, и он выразил надежду, что сквер станет новой точкой притяжения в Самаре. И чтобы это было надежно, так скажем, долговечно. Чтобы не постоянно ни вот эти лавки не ремонтировать, какие там они, допустим, прибыли. Не, ну лавки-то точно долго будут стоять. И вот, да, и чтобы и сухостоя не было. Ряд обращений касался устройства внутриквартальных дорог, обеспечения жильем граждан из аварийных домов и ремонта труб отопления и горячего водоснабжения. Андрей Горгуленко, Николай Пифанов. События. В Самаре продолжается ремонт дворов в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды. Сейчас идут работы во дворе дома номер один, расположенного в Можайском переулке. Наша съемочная группа побывала на месте событий. Масштабное благоустройство двора развернулось возле дома номер один в Можайском переулке. На площадке уже разобрали старое асфальтобетонное покрытие, убрали изношенные бордюры, их заменят новые. Сейчас идет замена щебеночного основания. В дальнейшем здесь появится новое асфальтобетонное покрытие. Кроме того, будет обустроена парковка, чтобы машины больше не занимали проезжую часть. Возле подъездов установят современные лавочки и урны. С жителями все согласовывается, если что-то идет не так. Все пожелания жителей, все учтено. Работы планируют завершить к концу августа. Сейчас на объекте трудится пять человек и три единицы техники. Работают днем. Выполнено примерно половина от запланированного объема. Идем с опережением. Все работы будут выполнены раньше времени. Претензий нет. Работаем в штатном порядке. То есть всех все устраивает. Эта масштабная реконструкция стала возможной благодаря программе формирования комфортной городской среды. Нацпроекта «Жилье и городская среда». Такие же работы проводят и во дворе 11-го дома по улице Матросова. Там они подходят к завершению. Августина Охременко, Валерий Майоров, События. Чистота – залог комфортного отдыха. В Самаре волонтеры, работники предприятий и члены общественных организаций совместно с представителями Департамента городского хозяйства и экологии провели экологическую акцию по поручению в Рио губернатора Вячеслава Федорищева. Очистили прибрежную полосу на диком пляже за ладьей. К акции присоединилась наша съемочная группа. Сделать город лучше, чище и показать пример окружающим. На территории Дикого пляжа за четвертой очередью Самарской набережной сегодня вышли активисты, чтобы очистить прибрежную зону от мусора. Среди них работники предприятий и члены общественных организаций. Поддержку оказал Департамент городского хозяйства и экологии, который для таких акций всегда предоставляет инвентарь и расходные материалы – мешки и перчатки. Дарья Коломеец участвует в волонтерских акциях еще со школьных времен. Рассказывает, что чаще всего на пляже встречаются стекло, бутылки и упаковки от еды. Мне нравится убирать эти места, потому что здесь очень красиво и обидно, что люди вот так вот все разбрасывают и другим не дают насладиться этим видом. Рада, что я могу это все убрать, чтобы другие могли прийти и тоже здесь нормально посидеть. Избавили от мусора и прибрежную территорию в районе Ладьи. И дальше участок в сторону Постникова оврага. Очистили территорию площадью в 30 соток. Весь собранный мусор, а это почти полтора кубометра, собрали для вывоза на специализированный полигон, на утилизацию. Такие мероприятия проводятся регулярно. Департаменты «Самарские волонтеры» активно участвуют в акциях «Вода России», «Зеленая Россия», «Лес Победы», «Экоравновесие». Данными мероприятиями мы пытаемся не просто этим действием убрать территорию, но также донести до населения, чтобы воспитать в них экологическую культуру. Своим примером донести до них, чтобы они после отдыха собирали с собой мусор, вывозили. Тем более у нас везде есть организованные места, где можно складировать, вывозить мусор. Огромное количество мероприятий проводим совместно с Департаментом городского хозяйства и экологии и хотим выразить благодарность за поддержку. Мы любим родной город и любим наводить порядок в нем. Для складирования мусора и на набережной, и на Волжских островах установлены контейнеры и бункеры. Полина Челюкова, Валерий Майоров, События. Для одних просто отдых, для других – настоящее увлечение. Любители ловли карпов, щук и окуней готовятся отметить свой профессиональный праздник – День рыбака. Он пройдет в России 14 июля. Отчего зависит успех улова и как рыбалка связана с творчеством, расскажет Ксения Баканова. Для одних – азарт, для других – возможность побыть наедине с природой, для третьих – встретиться с друзьями. Это особая философия – рыбалка, занятие, известное человеку с древних времен. Добиться результата в этом деле позволяет опыт, сноровка и правильное оснащение. По словам специалистов, новичкам лучше начать с самой легкой техники – поплавочной ловли. Снасти недорогие, да и подготовка не потребует много времени. Человек, который ничего не понимает в рыбалке, он не пойдет покупать снасти за 6-7 тысяч. За тысячу рублей, грубо говоря, можно собрать снасть и отправиться на водоем. И всегда, как правило, ребенок, будь то взрослый или преклонный возраст, люди, они всегда останутся с рыбой. Рыбалка с помощью спиннинга – азартное и активное занятие. Чаще всего эта снасть используется для охоты за хищными видами рыб. Можно поймать щуку, судака, окуня, головля и других. Если мы выбираем ловлю со спиннингом, то мы должны понимать, что это как бы нет привязанности к одной точке. То есть мы каждый раз прощупываем дно, водоем и меняем локацию. То есть мы, допустим, покидали там несколько раз на одной точке, поклевок нет, никакой реакции нет от рыбы, мы перемещаемся. То есть если там меняется, допустим, рельеф у водоема, соответственно, мы меняем приманку. Привлекать рыбу можно разными способами. Например, с помощью воблера. Эта насадка, имитирующая живую рыбу, подходит для рыбалки в разных слоях водоемов, имеет несколько степеней заглубления и плавучести. Классика для ловли рыб – металлические блесны. Приманка привлекает своими колебаниями, шумом и бликами. Обычно оснащается мушками, юбочками и другими завлекающими элементами. Третий способ – это ловля на джиг. Представляет собой силиконовые имитации рыбок или вращающиеся блесны, но обязательно с нагруженной передней частью. Делается это для того, чтобы хвост вилял перед добычей. Сам термин произошел от названия английского зажигательного танца, поэтому и подразумевается, что приманка перед рыбой должна приплясывать. Год от года набирает популярность фидерная ловля. Этот способ изобрели в Англии. В его основе – использование снасти с кормушкой. Специалисты отмечают, выбирая такой способ рыбалки, вероятность вернуться домой с уловом – 80%. Во-первых, для этого используется прикорм. То есть вы уже заведомо прикормили рыбу. Она, естественно, подходит, питается. У вас живая насадка – это червяк, опарыш, кто-то на кукурузу ловит, смотря какую рыбу вы ловите. И, как правило, без поклевки здесь не обходится. Опять же, на фидер используют, бывает, два крючка, три крючка. То есть по несколько даже особей можно выловить за раз. Что ж, снасти купили. Теперь можно отправиться на рыбалку. Сегодня, в День рыбака, мы попытаемся испытать рыбацкое счастье вместе с опытным специалистом в этом деле Андреем Васильевичем. Надеемся, что нам повезет. Андрей Антипов увлекается рыбалкой с детства. Для него количество пойманной рыбы не играет роли. Мужчина уверен. Главное – получать удовольствие от процесса. А самая лучшая наживка для поплавочной удочки – это червь, мотыль и белый хлеб. Ну, старые рыбаки знают про этот способ. Прогладили утюгом. Сейчас появилось такое вот интересное изобретение – пучковяз. И резиночку одели. А по старинке все делается нитками, обматывается, как тортик. И шопут держался на крючке. По словам эксперта, в рыбалке только 40% успеха зависит от опыта, а остальное – от сопутствующих факторов. Оказывают влияние направление ветра и атмосферное давление, время суток и место ловли. Поэтому идеальными условиями для рыбалки будут раннее утро и спокойная погода. Время на рыбалке летит незаметно. Не прошло и 10 минут, а у нас уже есть первая поклевка. Сейчас посмотрим, что там. Важно вовремя подсечь рыбу и не давать слабину. Затем медленно вести, чтобы она не сорвалась с крючка. Вот он какой. Осторожней. Красавец! Но некоторые предпочитают улов гарантированный. Тут только остается, что сделать рыбку своими руками. Наталья Овсянникова мастерит украшения в виде рыб. Рассказывает, думала, что за месяц творческий запал пройдет. Однако уже третий год интерес к рыбам не снижается. Наоборот, с каждым днем становится крепче. С трех лет я с удочкой, которая была сделана еще из куста и веревочки, дошла до каких-то сложных видов ловли. Зимняя рыбалка, и тонкие лески, и нахлыст. Ну, в общем, вот мое увлечение рыбалкой переросло однажды в увлечение изготовлением уже рыб в хобби и, можно сказать, в профессию. На изготовление одной уходит примерно от одного до трех дней. Все зависит от сложности изделия. В работе Наталья использует лен, парчу, войлок и медь. А украшает трофеи керамическими деталями с людой или краской. Дизайнер говорит, покупатели часто дают рыбкам имена и придумывают о них истории. Так что каждая рыба проживает полноценную жизнь. Ксения Абаканова, Константин Головин, Валерий Майоров. События. На этом наш выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС в нашем телеграм-канале, на страничках в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски новостей смотрите на видео, хостингах и в социальных сетях. Будьте здоровы, всего вам самого доброго, хороших вам выходных! Субтитры создавал DimaTorzok